коробка робот с двумя мокрыми сцеплениями я уже проехал 10600 километров и могу сказать что у меня только положительное впечатление об этой трансмиссии машина набирает плавно не дергается единственно смотрите стартовать мне больше всего нравится в эко режиме машина прям плавно начинает ехать не про ней буксует а то в обычном и в спорте она прям слишком резвая хочется иногда когда ты поездишь по московским пробкам чтобы она была менее быстро вот сейчас мы передвигаемся по пробке многие переходят спорт режим для того чтобы она не включала но дольше держала передачу на первой скорости допустим я иногда бывает перехожу вручной режим и нативно еду на первой скорости машина не дергается чувствовать себя очень хорошо из нареканий только то что машина стартует на старте слишком быстро хотелось бы немножко настроек таких чтобы машина более плавно набирала скорость они прям резко начинала старт езды ну вот смотрите включаем двигатель снимаем принудительно так как я не пристегнут стоящий тормоз переходим в d смотрим на спидометр отпустил тормоз и поехал машина слишком быстро набирает скорость но это дело привычки на самом деле просто порой бывает ну это не нужно как минимум в пробках да допустим поэтому порой бывает просто ты включаешь это режим d первая скорость передачи машина начинает ехать более плавнее чем в режиме д роботу робот стоит адаптивный он начинает приспосабливаться к каждому режиму вашей езды в течение 200 километров вот поэтому он адаптируется под ваш стиль езды по поводу расхода если я ехал сегодня без кондиционера со скоростью 70-110 120 средний расход на протяжении 300 километров у меня вышел 6 9 литра машина дает возможности она дает драйва она дает эмоции робот и двигатель отлично адаптированы друг с другом на обгонах ты чувствуешь себя уверенно если ты немножко волнуешься или ты не уверен в своем действии можно включить кнопку спорт она очень быстро наберет скорость нужную для обгона и вы своими собственными силами совершить обгон века машина притупляет турбину и не особо экономит топлива по сравнению с режимом нормалом поэтому в принципе я их использую только для того чтобы плавно стартовать и не пробуксовать и опять же самое главное все-таки сменить лучше резину резина линк-лонг как по мне она небезопасная потому что я у меня постоянно трассовый пробег и в дождливую погоду я очень сильно ловил аквапланирование сильно вылетал руль из колеи и его на мокрый и вообще даже на сухую плохой зацеп все это говорили все это знаем просто этого наша безопасность поэтому если есть какая-то возможность на следующий сезон лучше заняться сменой штатные резины на какую-то более брендовых можно так сказать еще интересный момент включаем задний ход начинаем езду задним ходом отпускаем тормоз открываем дверь машина резко сама тормозит и включает паркинг инструкция написано что это такая защита и машина сама переходит в режим п при открытии любой двери если вы двигаетесь со скоростью менее семи километров в час по поводу обкатки обкатку я делал все как по инструкции 5000 километров прямо в инструкции это написано первую тысячу я ехал в таком щадящим режиме а потом после прохождения первой тысячи начал уже экспериментировать в разных режимах эко нормал спорт ну и в принципе наверное во время обкатки разгонял максимум ее до 160 километров в час сейчас вот на 11 тысячах километров на резине link long мой рекорд скорости был сто восемьдесят пять километров в час максимально насколько можно было разогнаться на той дороге на которой я ехал так что ребята обязательно проходите обкатку вот смотрите у меня обкатка пройдена средний расход 72 режим нормал я езжу на работу по московским пробкам в среднем 7 и 5 по жестким пробкам у меня бывает 8-9 литров но это опять же по бортовому компьютеру насколько я понимаю то что бортовой компьютер где-то ошибается ну на пол литра просто имейте ввиду то что если вы будете более сильно газовать стартовать расход будет доходить даже до 15 литров так что все зависит от стиля вождения также задавал вопрос заводу по поводу эксплуатации робота нужно ли на светофорах включать нейтраль или становиться в парке будет ли размыкаться корзина сцепления на что завод мне ответил что это кодифициальная информация и это вам не нужно знать это только заводская информация внутренняя поэтому вот таких ответов мне завод не дал было бы здорово если бы кто-то написал в комментариях кто что думает как кто ездит но самое интересное что в инструкции написано при езде на нейтрале это делать запрещено то есть докатываться нейтрали с горки запрещено так как масло не поступает в коробку это написано в инструкции инструкция у нас рф есть инструкция белорусская и на самом деле очень много опечаток очень много непонятностей в переводе и инструкции немножко даже могут отличаться так как ситуация с рейлингами российской инструкции написано что рейлинги это только декоративные и нельзя использовать их в качестве дополнительного багажника в белорусской ничего не написано инструкции вот так что это вопрос надо но при этом многие делали запрос заводу также они писали тоже то что только они декоративные хотя многие дилеры продают как допы специальные багажники специальные крепления и в принципе народ ездит все нормально мне багажник наверх крыши не нужно но имейте ввиду то что пока машина свежая действительно дилеры еще сами толком мало чего знают и вот такая вот ситуация с переводами в для разных стран может быть если я стою на светофоре где-то в 100 секунд я включаю конечно же п если я еду в небольшой пробке я включаю режим д сейчас снимаем стоячий тормоз включаем автохолд и вот смотрите хочу включить автохолд нифига надо сначала пристегнуться и послушаем его пристегнулись включили автохолд немножко педаль газа для того чтобы включить автохолд вот вы едете в пробке допустим 3-4 км в час посильнее нажимаете педаль тормоза и машина фиксируется в автохолде чуть-чуть слегка надавили на педаль газа она поехала если пробка включаем первую передачу можно либо спорт режим и машина начинает ехать чуть чуть помедленнее либо эко режим манули на она будет ехать помедленнее это нужно для того чтобы машина не перекидывала на вторую скорость с первым на вторую еще один такой момент бывает и один затык когда мы едем в пробке машина немножко начинает прыгать мы это ощущаем когда машина не понимает в какую ей передачу включить именно это происходит на первой либо второй скорости то есть она перекидывает с первой на вторую с небольшой задержкой и получается такие небольшие рывки коробки многие об этом писали многие это знают ну мне кажется какая-то дополнительная прошивка со временем это принципе излечит потому что робот не понимает смотря с какой скоростью вы едете включать вторую либо первую поэтому многие переходят в ручной режим либо спорт и еще если вдруг вы оказались ситуации когда у вас что-то случилось роботом здесь у нас находится отверстие для сброса самого робота мы представим такую ситуацию вы приехали на шиномонтаж либо вам нужно наш кулрей как-то толкать мы держим тормоз выключаем стоячный тормоз отключаем автохолд переходим в положение нейтрали и машина у нас катится это нужно для буксировки автомобиля либо для проезда на подъемник то что многие изначально начинают немного нервничать и не знают сами как включить нейтраль для того чтобы сам стоячный тормоз не блокировал принудительно и еще по поводу информации по замене масла в коробке робот на джилле кулрей в разных источниках написано по-разному возможно опять же это трудности перевода либо какие-то климатические нормы в моей сервисной книжке написано замена масла в коробке передач каждые 40 тысяч на некоторых ресурсах написано каждые 90 тысяч так что смотрите свою сервисную книжку что именно там написано в моем случае каждые 40 тысяч я считаю это очень правильным решением лучше почаще менять масло в роботе для того чтобы он служил дольше по тяге вообще претензий нету машина отлично едет еще из плюшек есть если зайти в меню на руле настройки режим рулевого управления и тут можно выбрать комфортный режим для вас в я езжу в комфорте многие стандарте могу и спорт спортивном режиме но есть еще связь в режиме вождения в зависимости от режимов эко спорт либо нормы и пару слов о переднем приводе на джили кулрей крутящий момент у машины очень высокий и это позволяет легко забираться на труднодоступные горы я ездил в кундуки глядя 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Чтобы было две ручки И с водительской стороны и с пассажирской На самом деле я считаю это отличным плюсом Так как если была бы еще дополнительная ручка То нога бы в нее упиралась И было бы очень дискомфортно бы сидеть Поэтому в принципе расположение я считаю оптимальным Ну единственное как я уже говорил Вот этот стык немного впивается в ногу При длительных поездках Поэтому вот такую дополнительную наклейку Наклеить для того чтобы Этот стык не впивался в ноги Спасибо вам за просмотр этого видео Подписывайтесь на канал Все вопросы и комментарии пишите Под этим роликом Всем удачи Пока